Первая весенняя сельскохозяйственная ярмарка развернулась на проспекте Гаев в железнодорожном районе Ульяновска. Еще до восхода солнца сюда съехались сельхозпроизводители со всех районов области. На ярмарке была представлена продукция на сумму более 8 миллионов рублей. Сегодня стартуем в железнодорожном районе. Сегодня в железнодорожный район приехало более 168 фермеров. Вообще у нас будет 6 ярмарок проходить весенних. Они будут проходить во всех муниципальных образованиях города Ульяновска, а также в Ишельске, город Димитровграде. Уже в 8 утра торговля кипела. Всего ярмарку посетило более 6 тысяч человек. Очень нравится. Цена нормальная. Соответствует нашей пенсии. Торговали с машин и в палатках. Качеству и безопасности продукции уделялось большое внимание. Специалисты агентства ветеринарии Ульяновской области проверили у всех товаропроизводителей сопроводительные документы, а также условия хранения продукции. Кроме того, на площадке работала мобильная лаборатория. Сельхозпродукция была представлена в широком ассортименте. Основная идея наших магазинов – мы собираем фермерскую продукцию с нашего региона, с нашей области, со всех районов. Это и сыры, у нас великолепные сыры производят в нашем регионе, колбасы, полуфабрикаты, молочная продукция. В ярмарке мы принимаем участие не первый раз уже. В ярмарках, когда мы участвуем, всегда хорошая выручка, высокий спрос, и наша продукция пользуется успехом. Цены на сельхозярмарках всегда предмет особого внимания со стороны руководства области. Так, в соответствии с поручением губернатора Алексея Русских, для ярмарок были разработаны рекомендованные цены. К примеру, отборное яйцо можно было приобрести за 85 рублей за десяток, тогда как цена в магазине от 100 до 120 рублей за 10 штук. Цена на лук была от 20 рублей за килограмм, что на 9-17 рублей дешевле, чем в магазинах. Картофель можно было приобрести за 20 рублей. Килограмм сахарного песка продавали за 62 рубля. Ну, ярмарка вообще замечательная. Обожаю ярмарки вообще. На самом деле, вообще классно. Ну, вообще, желательно, чтобы они всегда были. Круглогодичие? Ну, весной и осенью, самое главное, чтобы было. Летом уже некогда на ярмарку ездить, потому что работы полно. Но весной и осенью замечательно. Спасибо. Спасибо за ярмарку вообще. Объемы реализации сельхозпродукции на первой весенней ярмарке впечатляют. Так, сахара было продано 5 тонн, мяса 6,5 тонны, молока и молочной продукции около 2 тонн, яиц почти 47 тысяч штук, овощей 13 тонн. К слову сказать, на ярмарке была продукция для садоводов-огородников. Уже можно было приобрести саженцы цветов и деревьев, лук-сивок. И, конечно, были различные товары для души и дома. К примеру, изделия из бересты или веники. В другом месте не продают? Нет, продают, но тоже на других рынках. А здесь близко. А, все, конечно. И дорого там, да? А здесь? Ну, наверное, может подороже там, да, здесь подешевле. Ну и поддерживать надо. Люди же приезжают. В связи с последними трагическими событиями ярмарка проходила под особым контролем со стороны правоохранительных органов. Охрану общественного порядка осуществляли 24 члена добровольной народной дружины, а также почти 20 сотрудников полиции. Следующая ярмарка запланирована на 30 марта на улице Минаева Ленинского района Ульяновска. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправдзавы.